Привет YouTube, привет подписчикам, зрителям канала Techniques Reviews. Сегодня я хочу поделиться с вами своей историей, как я похудел. Это было в 2013 году, то есть достаточно давно, но тем не менее вопрос для многих остается актуальным. А для меня он просто жизненный, потому что я научился бороться с лишним весом и знаю как, умею и при необходимости это выполняю. Итак, эффективная методика похудения. Я постараюсь подробно описать собственную методику похудения. Это не просто методика, это система, изменяющая образ мышления, образ жизни, меняющая тело, укрепляющая здоровье и ведущая к активному долголетию. Пусть не читают и не смотрят тех, кто мне не хочет верить. С мая по ноябрь 2013 года я сбросил 24 килограмма. Таким я был в мае 2013 года. К сожалению, специальных фото не делал, так как не собирался меняться. Это вырезка из семейного группового фото, на котором мой вес составлял 106 килограмм. На следующем фото, которое было сделано 24 августа 2013 года, на это время потеря веса составляла около 18-19 килограмм. То есть прошло всего 3 месяца, за которые было сброшено 18-20 килограммов. Следующее фото, это уже завершающее фото цикла похудения. На этом фото, сделанном 20 ноября 2013 года, мой вес 82 килограмма. Сброшено от мая 2013 года 24 килограмма. То есть со 106 до 82 килограммов. И в это время мне, просто мои знакомые, очень часто начали говорить, не пора ли остановиться. И тогда было принято решение прекратить дальнейшее похудание и оставить свой вес на таком уровне и стараться его поддерживать. Любой человек, имеющий лишний вес, может достичь подобного результата. Для этого нужно только большое желание. Всему остальному, как этого достичь, я научу. И пусть скептики остаются скептиками, а желающие получить результат, смотрят, учатся, повторяют и достигают успехов в сбросе лишнего веса. Первым и основным условием достижения результата в вопросе похудения при сбросе лишнего веса является личное желание и серьезность принятого решения. Как говорят, знаете, бросить курить очень легко. Я раз 30 бросал. Хотя должен заметить, что я пошел на этот сброс веса после того, как предварительно бросил курить. И, собственно, от того, что я бросил курить, я и набрал 106 килограммов. Потому что у меня не было, ну, вернее, наоборот, наверное, была заместительная терапия организма. То есть вместо курения организм начал заниматься перееданием. И когда я осознал, что все-таки нужно похудеть, я понял, если после 37 лет курения я сумел бросить курить, и на 13-й год, это был уже 4-й год без курения, то я смогу физически и сделать сброс веса. Ну, это было такое лирическое отступление. Нужно понимать, что никто не может сделать вместо вас. Ни тренер по фитнесу, ни диетолог, ни экстрасенс, ни еще кто-то. Они все могут быть только вспомогательным инструментом для глобальной перестройки организма, которая происходит одновременно с ревизией образа мышления и образа жизни. Главный тезис – это кушать нужно только ради того, чтобы жить, а не жить ради еды. Также следует знать, что если бы существовали медикаментозные средства для похудения, то денежная элита давно бы выглядела молодой, подтянутой, но все мы знаем, что этого нет. Значит, состояние собственного организма подвластно только его владельцу, но никаким сторонним средством не может быть изменено в лучшую сторону. Только тот человек, кто понимает, который имеет огромное желание и сделал свой выбор окончательно и бесповоротно, способен достичь результата в вопросе избавления от лишнего веса. Когда вам понятно, что дальше только одышка и неподвижность, пришло время принимать решение. Я стараюсь говорить быстро, потому что текст у меня, в общем-то, будет достаточно большой, и я не хочу просто задерживать ваше внимание. А кому это будет действительно нужно и необходимо, тот, я думаю, сможет прослушать не один раз, сможет остановить на паузу и просмотреть, прослушать, то есть для того, чтобы понять, что необходимо делать. Для тех, кого заинтересовала моя методика похудения, продолжаю. Для достижения результата похудения пришлось изучить огромное количество статей и других материалов. Моя эффективная сбалансированная методика похудения сформировалась на известных методиках и принципах. Суть ее состоит в том, что из всего изученного материала по данному вопросу было отобрано рациональное, правильное с медицинской точки зрения. Ведь не секрет, что в интернете можно найти материалы, следуя которым легко вывести свой организм, наоборот, в сторону болезни, то есть нанести вред своему здоровью. Вопрос похудения и избавления от лишнего веса как раз и находится в зоне риска нанесения ущерба организму. Если к этому подходить неправильно, не учитывая всех взаимно влияющих физиологических факторов, возникающих от методов и принципов воздействия на организм питанием, его количеством, комплексом физических нагрузок и другими связанными факторами. Также есть опасность появления слабости и отказ от доведения процесса до запланированного результата по уменьшению веса. Я уделяю большое значение подготовительным и вводным материалам именно для того, чтобы читатели и зрители этой статьи и этого видео, а и моими последователями и учениками по применению методики эффективного здорового похудения останутся только люди, действительно желающие и готовые идти до конца для достижения поставленной цели. Перед запуском процесса по методике эффективного здорового похудения необходимо подготовить себя к тому, что результат, полученный за достаточно большой промежуток времени, может быть устойчивым. Это значит, что неспешная перестройка организма, образа мышления и жизни приведет в конечном итоге к тому, что новые понятия, чувства, ощущения станут привычными и будут считаться нормой. Потому что при быстром похудении, как это происходит, при применении каких-то там революционных диет за неделю, за три дня, за пять дней, за пятнадцать дней, это все ерунда. Потому что после такой интенсивной диеты и интенсивного сброса наступает точно такой же набор веса, поскольку образ мышления не изменился и организм не изменился, было просто временное воздействие на организм и все. То есть не произошло той глубинной перестройки, которая должна быть. Поэтому нужно постоянно обращать свое внимание на недостатки и все отрицательные моменты лишнего веса. Внешняя непривлекательность для окружающих, малая подвижность и неповоротливость, ограниченные возможности по выполнению движений, связанных с повседневной деятельностью, моральная зависимость от еды – это далеко не полный перечень недостатков, сопутствующих лишнему весу. И самым важным являются физическое здоровье и медицинские параметры и показатели функционирования всех систем организма. Такой постоянный аутотренинг приведет к пониманию необходимости и неизбежности преобразования жизни на основах методики эффективного и здорового похудения. Когда становится понятно, что остался только один путь – начинать заниматься преобразованиями, то нужно начинать. Для хорошего начала необходимо соблюсти 20-дневную диету, которая не только даст реально ощутимый результат уменьшения веса, но и хорошо дисциплинирует в вопросах питания, поскольку она растянута на 28 дней. То есть это достаточно большой срок, за который вы начинаете уже привыкать, это уже начинает становиться вашим образом жизни. Я отдельно в отдельном видео приведу текст этой диеты для того, чтобы здесь не занимать много места. Почему? Потому что диета 28-дневная расписана от завтрака первого дня до ужина 28 дня, который нужно соблюсти. Поэтому она будет представлена отдельно, а сейчас я говорю о методике и о тех правилах, которые нужно соблюдать для достижения результата. Каждый должен понимать, что данная диета не является панацеей или волшебством. Все только в ваших руках и подвластно только вашему разуму. Диета – это первичный инструмент нового образа жизни. После того, как вы пройдете и выполните все условия с этой 28-дневной диетой, вам останется совсем немного. Вам нужно будет просто не отпускать тот ритм питания и образ жизни, который вы достигли за эти 28 дней. То есть элементарно в интернете вы находите для своих физических параметров необходимое потребление килокалорий энергии, которые идут с пищей, конкретно для вас. И тогда вы должны понимать, что если, скажем, для меня с моим ростом, с моим весом нормальной и с моим образом жизни нормальным является потребление порядка 2500 калорий. Я говорю не точно, а как-то там, скажем, с каким-то допуском. И все равно бессмысленно говорить, потому что это каждому нужно для себя определить на основе тех таблиц и формул, которые существуют в интернете, их миллион. И в основном они все правильные и говорят то, что есть на самом деле. Скажем, для женщины эта цифра может быть от 1700 до 2000 калорий. Для мужчин от тех же самых 1800 до 2800 или до 4000 калорий для людей, занимающихся тяжелым физическим трудом. И тогда в дальнейшем, после окончания диеты, нужно просто для себя делать небольшие расчеты суточного потребления килокалорий. То есть, есть также таблицы энергетической ценности продуктов. То есть, если хлеб, 100 граммов хлеба, допустим, там определенное количество килокалорий. 100 граммов мяса, определенное количество килокалорий. 100 граммов капусты, определенное количество килокалорий. Мы, когда с женой шли на этот шаг, то она буквально даже высчитывала, сколько энергетическая ценность супа сваренного. То есть, она считала, сколько она положила лука, сколько она положила крупы или макарон, сколько жира и так далее. То есть, она высчитывала непосредственно энергетическую ценность супа. То есть, сложного блюда. Но это шло только на пользу. Благодаря чему, собственно, мы и смогли достичь результата. За каких-то три, скажем, месяца мы уже имели по, скажем, районе 20 килограммов сброса веса. А с мая по ноябрь мы имели, жена 32 килограмма сбросила, я сбросил 24 килограмма. Поэтому принимайте решение. И в следующем видео я просто приведу ту диету, которая будет являться начальным шагом для вашего похудения. Под этим видео я жду ваши вопросы, постараюсь на все вопросы ответить и постараюсь всех проконсультировать. Поэтому пишите, не стесняйтесь, я буду открытым и постараюсь каждому помочь. Пока все. Переходите к следующему видео и смотрите саму диету, записывайте, сохраняйте или просто делайте закладку и ее можно читать с видео и так в любое время. На этом сегодня все. Пока-пока. Желаю успехов и желаю достичь необходимого результата, который каждый для себя поставит цель, на сколько ему нужно похудеть на 10, на 15, на 20 или на 40 килограммов, только не за месяц. И достичь этой цели. Пока-пока.